Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А сейчас обо всем подробнее. Сегодня в сквере воинской славы Анапа развернули знамя победы. Сотни рук анапчан смогли прикоснуться к святому символу. Международный автопробег «Наша Великая Победа» проходит в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его участники посетят все города воинской славы, расскажет наш корреспондент. Стартовал автопробег в городе Героя Севастополя. Позади остались Керчь и Феодосия. Сегодня участники акции в Анапе. Эта акция сегодня проводится в преддверии Великой Победы, Великого Праздника, самого главного праздника в нашей стране. Это День Победы над фашистской Германией. Участники Победы не только объединяют себя, но и объединяют весь наш народ. Водушевляют его на дальнейшие победы. Участники автопробега развернули самую большую копию Знамени Победы – 200 квадратных метров. Этот символ славы и героизма наших солдат побывает во всех городах маршрута. Когда теряется поколение, когда оно не помнит своих героев, вот наступает то, что наступило в Украине. Вот эти майданы начинаются, понимаете. А мы везем эту эстафету памяти и не даем этому всему забыться. В каждом городе, что мы делаем, мы разворачиваем это знамя, к нему прикасаются сотни рук, и таким образом происходит такая эстафета. Люди передают это знамение от города к городу. Десять международных экипажей из Украины – Крыма, России, Белоруссии и Молдовы, Приднестровья и других регионов направляются по городам-героям, городам воинской славы и городам, награжденным Орденом Отечественной войны первой степени. В списке 90 пунктов остановки. В каждом городе пройдут митинги и возложение венков к мемориалам и памятникам. Все настолько трогательно, настолько патриотично. Этого сейчас очень не хватает, особенно молодому поколению. Чтобы наши внуки не забывали своих дедов, ту победу, которую совершили. Преодолев около 25 тысяч километров пути, 9 мая участники проекта вернутся в Крым для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Инвестиции в собственное развитие. В здравницах Анапы идет интенсивная подготовка к предстоящему курортному сезону. Гостей ждут приятные новшества в отдыхе и лечении. Ремонт в одном из лучших детских оздоровительных комплексов страны «Жемчужине России» завершается. За полгода проделан огромный объем работы. Полностью переделаны холлы, пищеблок, вентиляция. Появился новый медицинский блок. Полностью заменили мебель, коммуникации, сантехнику, фасады. То есть была проведена очень большая работа. Мы успеваем ее закончить. Я думаю, к этому сезону мы примем детей со всей России, которые не узнают те корпуса, в которых они раньше отдыхали. За счет оптимизации помещений на 500-600 койко-мест здравницы станет больше. Появились общежития для студентов и персонала. Для перевозки детских групп закупят новые автобусы. Безопасны детей прежде всего. У нас для того, чтобы это все осуществлять, конечно, есть и пожарная сигнализация, и оптоволоконные системы, которые контролируют все это дело. В этом году мы выводим на общий пульт кнопку тревожную. Поэтому это тоже будет плюсом идти нам. И генераторы, которые мы поставили в прошлом году, они себя оправдали. В Центре медицины и реабилитации юности МВД России сделали ставку на усовершенствование лечебной базы. Отремонтирована грязь и лечебница. Медицинский блок оснащен современным оборудованием. Инфракрасная сауна, альфа-капсула и аэрокриотерапевтический комплекс Крион. Это еще не все новинки предстоящего сезона. К летнему сезону оздоровительному мы подготовим открытый бассейн с морской водой. И это будет наша фишка и долго ожидаемая. Порадуют гостей новая центральная аллея здравницы. На протяжении 250 метров уложена плитка, поставлены добротные дубовые скамейки передела на освещение. Впереди еще работы по благоустройству и озеленению. В Анапе стартовали инфотуры 2015 года. Сегодня в Центре культуры Родина первая деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с потребителями продукции. Выставка дегустации объединила 57 агропредприятий Кубани. Крестьянско-фермерское хозяйство Владимирский сад работает в Анапе уже 24 года. С площадью 23 гектара многолетних насаждений хозяйство ежегодно производит и реализует с равницей курорта населению и партнерам 100 тонн плодовой продукции. Производим мы продукцию, начиная черешня с 20 мая, затем пошли яблоко, сливы, виноград и так до октября месяца. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кубани представили потребителям свыше тысячи наименований мясной, молочной, кондитерской, консервной и винодельческой продукции. Кроме фермеров Бедаревых, в выставке участвовали еще 14 анапских организаций. Мы представляем здесь и свежую рыбу, и продукцию хлебобулочную, и переработку хинкали, винная продукция, также рыбная переработка, фасовка, круп. В общем, весь ассортимент продукции сегодня наши местные аграрии готовы поставлять на рынки торговли и санаторно-курортного комплекса. Посетители ярмарки смогли оценить и попробовать на вкус лучшие образцы сельскохозяйственной продукции Кубани. Так как я мать двоих детей, очень хочется кормить и вкусно, и натурально, прекрасная продукция, все свежее. Смотрим на производителей, у нас база отдыха, смотрим поставщиков. Интересно, вкусно. Честно говоря, очень хорошие сегодня выборы, много есть к чему, можно гордиться нашим кубанским производителем. В рамках выставки провели круглый стол. Тема – новые возможности кубанских товаропроизводителей в условиях импортозамещения. Обсудили актуальные вопросы формирования региональных брендов, продукции, произведенной на территории нашего края, повышение популяризации товаров местного производства. Серия инфотуров продолжится в других городах Черноморского побережья. Морковка, мед, орехи вместо мяса. Конкурс постных блюд показал, что стол может быть разнообразен и в дни Великого поста. Подробнее в следующем материале. В храме Серафима Саровского свои лучшие постные рецепты представили юные кулинары. Воспитанник православной школы преображения Арсений приготовил фасолевое масло. Таким питались во времена войны. Этот простой рецепт хранится в семье как реликвия. Появился он от погибшего на фронте дедушки. Они брали фасоль, перемалывали ее и получалось такое масло. Они намазывали на хлеб это масло. И это было самое вкусное у них. Вареники с картошкой, яблочный пирог, малахитовая черепаха, кисель и различные морсы. Участники фестиваля утверждают, и поститься можно вкусно. Пускай дети покажут людям, что пост это благо для души и для тела тоже. Потому что многие боятся поста, боятся просто приступить к посту. Но дети, которые все это приготовили, всю эту красоту и вкусноту, они, поверьте, так же постятся, как и взрослые. И такие же жизнерадостные остаются, как и в пасхальные дни. Всекубанский фестиваль православной кухни проходит уже 14-й год. Его участники обмениваются опытом. Но самое главное для них – знание сути поста. И отказ от скоромной пищи – это еще не все. Важно достичь духовного очищения. Целых семь недель поста, благодать и полнота. Будем радостно поститься и от всей души молиться. 2014 год для Приморского сельского округа – год обновлений. Новоселье кадетской школы, строительство детского сада в Красном Кургане, ремонт сельских дорог – событие, благодаря которым округ преобразился и ожил. Глава Приморского сельского округа вместе с жителями определили задачи на этот год. Чем живет поселение сегодня и каковы перспективы его развития – в нашем следующем сюжете. Глава Приморского сельского округа Василий Рогалев отметил, что за прошедший год работы выполнено много. Отремонтированы дороги, сделали косметический ремонт остановочных павильонов. В общем, все то, чтобы жители округа чувствовали себя в комфорте, безопасности и уюте. Школа в Пятихарках, детский сад в Красном Кургане. И если будет построен детский сад в Утре-Воскресенском, то я считаю, что такой прорыв за короткое время. И нужно сказать, конечно, большое спасибо главе города Кургану Сугорбалчу за возможность развиваться нашими приморскими сельскими. Жители Приморского округа с большим энтузиазмом встретили предложение главы задать свои вопросы и вместе определить задачи на 2015 год. Одно из важных предложений – создание своего рынка, чтобы селяне не ездили за покупками в город. Да и работой местного главы они довольны. Молодец наш Василий Парликарпич. И вообще он как человек, очень такой отзывчивый, добродушный. Никогда не оставляет без внимания все просьбы жителей. Всегда выслушает, всегда внимательно относится к любой просьбе. То есть не было такого случая, чтобы он не отреагировал на какую-то просьбу граждан. Особенно всегда малоимущим, многодетным. Это особое внимание уделяется им. Заместитель главы Сергей Козлов пожелал главе Приморского сельского округа работать на результат. Весна 1945 года в семье Гребенщиковых особенная, судьбоносная. День Победы соединил два любящих сердца, потерявшихся в годы войны. Об этой интересной романтической истории родителей ветеранов нашему корреспонденту поведала дочь Алла Гребенщикова. Алексей Тимофеевич Гребенщиков и Алла Дементьевна Лесных встретились в Польше в 1944 году. У них у обоих за плечами уже были четыре года войны. Анна была связисткой. Капитан Алексей Гребенщиков командовал ротой автоматчиков и шутил, что благодаря этому отстоял свою любимую жену. Познакомились при очень романтических обстоятельствах, при тяжелых, во время войны в Польше в 1944 году. Потом во время войны раскидала, потом нашлись в Австрии. И совершенно случайно отец послал роту автоматчиков ее найти. Она уже сидела, готовилась к отправке в Союз. Он ее снял без документов и забрал ее к себе. Вот с этого момента началась их совместная жизнь. Это было в 1945 году. Алла Гребенщикова родилась в 1946 году в Австрии, где Алексей Тимофеевич еще пять лет после войны служил комендантом в небольшом городке Сан-Валентина. Так что свидетельство о рождении Алла получила в Вене и хранит его вместе со старыми военными фотородителей как реликвию. А все военные награды передала своей дочери Ларисе, кстати, военному врачу. Так счастливо пошутила судьба, что Аллу Алексеевну Гребенщикову с детства и до сих пор продолжают окружать родные ей люди все как один военные. Наша семья военных. Мой дед, участник, он воевал в царской армии и заработал Георгиевский крест. Мой отец служил и, будем так говорить, кадровый военный, потому что он закончил военное училище в 1940 году. Все пять лет провел на фронте. Мой муж, ну он не кадровый военный, но он пять лет, в четыре с половиной года прослужил моряком-подводником на Северном флоте. Моя дочь закончила военно-медицинскую академию. Алексей Тимофеевич Гребенщиков получил направление в танковую часть Анапы после службы в Австрии и Албании. От тяжелых ранений, полученных во время войны, ветераны родителей Аллы Алексеевны рано ушли из жизни. Но дело дедов продолжает их внук Илья. Мой внук продолжает традицию. Мой внук учится в офицерском военном училище. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» стартовало зональное первенство Краснодарского края по волейболу. В соревновании объединили 80 лучших спортсменок из семи муниципалитетов Кубани. Побороться за победу в зональном этапе приехали школьницы 2001-2002 года рождения. Команды из Краснодара, Крымска, Новороссийска, Абинска, Северского и Красноармейского районов. Сборную Анапу представляет воспитанница тренера Ольги Чичиновой. Эту команду 4 года тренирую. В нее входят девочки из спортивной школы «Олимп» и спортивной школы «Виктория». Высокий уровень технической и тактической подготовки анапской команды позволил юным волейболисткам провести первую игру с Северским районом без поражений, выиграв встречу со счетом 3-0. Вторую партию выиграли легко 25-10. Следующая игра будет у нас с Краснодаром сегодня. Ну так, немножко переживаем, но выигрывать надо. Зональная первенство Краснодарского края по волейболу продлится 5 дней. Победитель соревнований определится 21 марта. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра с Натальей из Мозговой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Пятница предстоит снова дождливая, но относительно теплая, до плюс 8 градусов днем. Даже в ночное время столбик термометра не опустится ниже плюс 7. Но не зря в народе говорится, если в марте вода не течет, то в апреле трава не растет. А значит, нынешний дождливый март обещает хорошие урожаи. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин